Если в интернете смотреть на подержанные Каены, они сплошь десятилетние с пробегом 100 с небольшим тысяч километров. Но как же так, спрашиваю я продавца, откуда же такое бывает? В среднем мы проезжаем год где-то 20 тысяч километров. Почему же в основном у Каенов такой маленький пробег? Ну как, почему, говорит мне продавец. Бабушка за хлебушком ездила, ну максимум она ездила за своим дедушкой. Я долго искала машину не совсем в адском состоянии, но для того, чтобы показать ее вам условия были, этот должен был быть приблизительно десятилетний Каен, и стоить он должен порядка полумиллиона рублей. Вот этот стоит 550 тысяч, он 2006 года. Пробег порядка 250 тысяч. Уговорить молодых людей не покупать эту машину просто невозможно. Это невыполнимая задача, потому что это гормоны, они играют со страшной силой. И парни в основном из других городов, как бабочки на свет, летят к нам в Москву и в другие мегаполисы, где сосредоточены Каены, где они в основном эксплуатируются, ремонтируются и здесь же продаются. И только потом, после покупки, они понимают, насколько сильно они обожгли свои крылышки, и что же теперь с этим Каеном делать. С ним как-то надо жить. Основной мотиватор в покупке такой машины, конечно же, понты. Если вы живете в большом городе, например, за Москвой я могу говорить точно, в Москве такой Каен вам не поможет. Потому что московские, помните, как в нашей Раше, московские чики, они уже прошаренные. Они отличают Каен предыдущего поколения от Каена следующего поколения. Они даже рестайлы уже отличают. Поэтому их-то на Микини не разведешь. Но я сильно подозреваю, что девчонки в других городах, которые Каены видят не так часто и которые не такие тертые калачи, эти машины с удовольствием, как это сказать, хавают? Ну, наверное, да. Ну, то есть они принимают парней на этих автомобилях за настоящих местных олигархов. А теперь расскажу вам немножко изнутри, что же происходит, когда покупатель, вот такой вот региональный молодой парень, появляется в салоне, где есть один или несколько вот таких престарелых Каенов. Продавцы, как крыски, начинают суетиться, бегать, 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 бегать. И думать, как же, как же, что тут такое, надо быстренько сделать, 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 чтобы обязательно этот человек уехал на машине. Потому что вот подобные автомобили, это такой страшный висяк, они очень плохо продаются. Например, я на выкуп их не беру никогда. И дальше они звонят Леночке и говорят, давай, давай ему какой-нибудь вот это, потреб, хотя бы потреб, сделай ему потребительский кредит, ну, хоть что-нибудь, как угодно, лишь бы только он уехал, лишь бы он выехал три километра за ворота, потом, если он вернется, все равно мы ему никогда не вернем никакие деньги. В большинстве организаций, которые продают глубоко поддержанные Каены, происходит именно так. Также, если вы попросите на машине прокатиться чуть больше, чем 100 метров, вам, скорее всего, скажут, прости, дорогой, хозяин салона не разрешает, нельзя-нельзя. А происходит это именно потому, что хозяин салона, да и сам продавец, прекрасно знают, что на этой машине очень опасно куда-то поехать, потому что вы можете заметить, например, что гуляют обороты, или что загорается лампа чек-энжин, если ее еще до этого не заклеили черным скотчем, или не выкрутили светодиод, не знаю точно, как у них устроено, и так далее, и тому подобное. То есть, когда вы покупаете такую машину, просто знайте, просто поверьте мне, я постоянно вижу эти истории, вы изначально уже сладкий клиент автосалона, и сладкий клиент автосервиса. Ну а потом, когда через 5 километров вы возвращаетесь несчастной обратно в салон и спрашиваете, Сусти, ну что же это у меня тут все загорелось, а что же это у меня то, а что же у меня это? Ну не знаю, разводят ручками продавцы. Мужик, ты же покупал каен за 500 тысяч, а ты чего хотел? Ну что это ты пугаешь нас, лисичка? Расскажи-ка это поподробнее, скажете вы, да пожалуйста. Основная проблема этих машин, во-первых, под капотом, а во-вторых, это электрика. Это сложный автомобиль, он полон электронными блоками. И эта машина, в принципе, так, если в общем и целом говорить, она больше любит, например, Ниццу, Майами, Калифорнию, но ни в коем случае не Москву и Новосибирск. А мы-то с вами живем, ну большинство из нас, живет, к сожалению, не в Ницце. Поэтому нам нужно понимать, что эксплуатировать и обслуживать эту машину, и обслуживали эту машину ранее тоже в нашей стране. Во-первых, с нашим ГСМом, с его качеством, а во-вторых, с нашими умелыми ручками. Ну начнем с моторов. Эх, вообще Каен, опять хочу уйти в рассуждение, значит, Каен, на мой взгляд, это, в принципе, такая история про хорошо раздутый мыльный пузырь. Потому что, если взять Туарег, натянуть на него шкуру от Порше, сверху присобачить значок Порше, получится дорогостоящий внедорожник. Конечно же, с кучей других настроек. Конечно же, с присутствием других силовых агрегатов в линейке. Но лучше бы, они бы отсутствовали бы. Потому что тот базовый В6 Туареговский, который здесь есть 3.2, вот он, пожалуй, самый беспроблемный силовой агрегат. Итак, Туареговский мотор. Самый слабый у Каена. Основная его проблема – это цепной привод газораспределительного механизма. Обычно это как раз-таки плюс, потому что цепь служит дольше, чем ремень. Но здесь, здесь небольшой конструктивный недочет. Звездочки разбивались самой цепью. Но эта проблема хорошо известна и по другим автомобилям этого же концерна. Поэтому лучше просто загодя обслуживать цепь. И тогда этого не произойдет. А вот самое интересное у нас впереди. У В8 изначально все патрубки системы охлаждения шли пластиковые. Как я вам уже сказала, ну, не Калифорния у нас нифига. И патрубки эти по разным причинам. По причинам перегрева, перемораживания, да и просто раздолбайство в сервисе, то есть вовремя не замечали, они лопались. Соответственно, мотор перегревался, потому что охлаждающая жидкость уходила. Что происходило дальше, думаю, рассказывать не нужно. Это вам понятно, даже если вы не очень сильно смыслите в авто. А вот как с этим мучились люди, сейчас я вам вкратце расскажу. Из-за того, что если купить все те же патрубки, даже родные, даже если не экономить, а потратить много денег, все равно тысяч через 30 произойдет все то же самое. Речь идет только о пластиковых, о тех новых, о тех старых Каенах, именно от десятилетних, потому что потом материал, из которого изготавливались патрубки, уже заменили. Так вот, тогда смысла менять то на то не было вообще. Вы все так же сидели попой на гранате. И что делали наши? Конечно же, наши ручки, они бывают как не очень ручками, так и в основном, на самом деле, они очень ручки. Изготавливались из алюминия точно такие же подходящие по конструкции, но совершенно другие по износостойкости трубки, которые дальше жили достаточно долго. То есть они проживали там и 100, и 150, и 200 тысяч километров пробега. То есть получается, даже когда машина была гарантийная, можно было и нужно было ставить негарантийные элементы, чтобы просто дальше с этим не мучиться. Владельцам Каенов тех лет хорошо известен термин гильзование. Гильзование, друзья мои, это вам не в тире пострелять. Эх, из-за того, что, как я уже сказала, горюче-сманочные материалы, а именно топливо, масло, которое используется в сервисе, в нашей стране, особенно тогда, по качеству оставляло желать лучшего, да и регламент замены масла был очень-очень неправильным, то есть масло нужно было менять раз 7-8 тысяч километров пробега, в цилиндрах образовывались задиры. И вам очень повезло, если это случилось с вами на протяжении срока гарантии. Но в основном это случалось сразу после окончания гарантии. А сейчас, естественно, мы с вами говорим об автомобилях, у которых гарантии-то и не пахнет. Что в таком случае делалось? И очень правильно покупать тот мотор, у которого это уже делалось. Делалось гильзование. То есть, брался цилиндр, растачивался, и туда делались вкладыши. Вкладыши либо алюминиевые, либо чугунные. И вот после этого мотор жил и жил и жил. Только оставалось нормально обслуживать. Но просто деля все, что вам может предложить, это новый мотор, если вы слетели уже с гарантией. За ваши, за ваши кровные. Эти кровные, это ого-го какие, бешеные суммы. Ну, точно дороже, чем сейчас стоит эта машина. Даже коробка у нее будет стоить дороже, чем сама машина. Так вот, ремонт, конечно, гильзование, ремонт мотора тоже будет не дешев. Но, по крайней мере, вы его сделали, и сделали, ну, то, что называется, навека. Так вот, в идеале, как я уже сказала, когда вы берете машину, если уж очень хочется, девушек с большими губами, то, ох, и другим ничем никак не возьмешь, очень хочется, Каен, тогда старайтесь найти мотор, машину вот именно с таким мотором. Не пугайтесь этого замечательного слова. То есть, не пугайтесь, что мотор был отремонтирован. Наоборот, радуйтесь, радуйтесь. А вообще, я бы, конечно, если уж очень хочется Каен первого поколения, эх, рассматривала бы машину не вот с этими восьмерками, не с этими шикарными подачами, великолепными, великолепными силовыми агрегатами, и автомобиль с ними по вообще, по всем своим характеристикам, не только по характеристикам мотора, но и по ходовым, просто великолепен. Ездить на нем просто прекрасно. Но мы с вами же говорим о малом бюджете, значит, денег не так уж много, но все-таки, все-таки, друзья мои, вот что бы я рекомендовала, если очень хочется Каен? Найдите не 500 тысяч, найдите миллион с лишним. И возьмите машину девятого года с туареговским же дизельком. Я уже опускаю момент того, что у вас не будет этого ахового, бешеного налога. Ну, хрен бы с ним, в некоторых регионах он не такой уж и большой, как в Москве. Но, по крайней мере, тот дизель, он вполне себе живучий. Про такие детские шалости, как лямбда-зонды, катализаторы, свечечки, провода и так далее, я уже вообще не говорю. Хотя, это по сравнению со стоимостью мотора и коробки передач, копеечки, а так-то, в принципе, это очень дорогие элементы. Что касается катализатора, на 90% у вашей машины он будет уже отрезан. Если он у вас выйдет из строя, скорее всего, вы сделаете то же самое, поставите вместо него пламя-гаситель. Коробочка. В теории, коробки две. Это механик и автомат. Но на вторичном рынке, вот сейчас, по крайней мере, я посмотрела, я не увидела ни одного Каена с механикой. Да и не нужно вам его видеть. В случае, если вы его увидели, вы ему скажите «До свидания, дорогой!» и бегите от него. Потому что там вы без штанов останетесь менять сцепление. Оно очень часто выходило из строя. Это вы можете увидеть, в случае, если почитать европейские форумы на, например, немецком языке. Люблю я говорить в рассказах про разные машины про всемирный заговор автопроизводителей. А именно, замена масла в коробке не предусмотрена никаким регламентом. Это вообще как? Вчера только разговаривали с еще одним умным сервисменом. И он просто на пальцах раскладывает. Говорит, «Ну как так, ребята?» «Ну как так?» То есть на протяжении двухсот, трехсот тысяч километров пробега вы хотите сказать, что жидкость, есть в природе вообще в мире такая жидкость, которая при таких температурах, таких нагрузках, которые на нее возложены, не меняет свои свойства? Ну нет, конечно же, конечно же, это все всемирный заговор автопроизводителей. Очень здорово менять коробки после окончания срока гарантии. Да, конечно, гарантию она проходит. Но в случае, если вы не меняете масло, где-то там после гарантии она у вас и встанет. И тут на помощь снова приходят наши гениальные ручки. В обычном сервисе неофициального дилера возьмут коробку, откроют ее, промоют, заменят соленоиды, приведут ее в более-менее рабочее состояние. Это возможно, благо агрегат ремонтопригодный. После чего, как мне сказали, в хорошем сервисе Porsche, тоже неофициал, ребята, которые постоянно занимаются именно сбором и разбором этих коробок, она должна проходить где-то от 100 до 200 тысяч в зависимости от того, как вы ее будете эксплуатировать. Потому что нагрузки на этот агрегат, ого-го, какие машина очень динамичная. По салону, ребята, я видела такое, ну просто ради интереса можете поездить, посмотреть по некоторым маленьким салончикам, которые торгуют всем подряд, и где чем круче название салона, на мой взгляд, чем оно смешнее, тем вот смешнее туда съездить. Например, какой-нибудь там премиум авто, это я сейчас фантазирую, премиум авто, или комфорт авто, или победа авто, или какой-нибудь супер мотор. Вот чем вот это название более кричащее, тем хреновее там машины, как показала практика. Так вот, и этот салон, при том, что он вообще не выглядит уже как какой-то шикарный или премиальный, он очень-очень хороший, просто очень. В основном все вот эти вот кнопки либо запавшие, либо выпавшие, либо все нафиг стертые. Рычаг КПП не вот так вот, как здесь селектор, просто затискан от кольца, весь в царапины, а вот здесь покраски ее просто нет, понимаете? То есть здесь такая лысинка, лысинка сексуальная. Обязательно будут рваные седла. Кожа хорошая, ну извините, ну хвост и в гриву машины. Здесь руль вообще идеальный. Здесь есть вот это вот. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Не будем разрывать, аккуратненько. Ну это, конечно же, фигня по сравнению с тем, что я видела, поверьте мне. Можете сами, если не верите, сходить по салонам и Каену тысяч по четыреста посмотреть, этот все-таки 550 стоит. И здесь хотя бы пробег не скрутили, потому что есть обслуживание там на весь пробег, именно поэтому я эту машину попросила поснимать. Но этот пробег, извините, там под 250, не помню сколько, 240 у него или что-то такое. Помимо того, что это достаточно быстрый кроссовер, это еще и, вы удивитесь, но это неплохой внедорожник. с неплохими характеристиками внедорожными, что очень удивительно. Так вот, производитель, во-первых, дал этой машине пневму. Только в базовом варианте обычный Каен не С, не Турбо бывал, бывал с железной подвеской, что в поддержанном варианте я бы предпочла. Также здесь есть и раздатка и блокировки. По большому счету система полного привода достаточно надежна. Но опять же, возраст и режим эксплуатации. Если вдруг владелец этой машины, бывший владелец, почему-то решил, что у него все же как минимум Хаммер или УАЗик, и попер на нем в поле, и делал это регулярно, ждите, конечно, серьезных подарков. Будет выходить из строя и раздатка, моторчик, точнее, в раздатке и замучаетесь с редукторами. Что касается подвески. Ну, вы знаете, не могу сказать, что у Каена подвеска это самое больное место. Нет, это не так. Но пневмобаллоны это дело дорогое, дорогое. Из дорогого, сразу скажу, потом к пневмобаллонам вернусь. Из дорогого здесь еще достаточно дорогая вся система тормозов. То есть и диски, и колодки. Чем мощнее машина, тем вам дороже будут обходиться замена по кругу колодок и дисков. Что касается пневмобаллонов. В принципе, сами они у этой машины достаточно неплохие по конструкции и по своей надежности. Но вот датчик положения пневмоподвески он глючил. И в случае, если у вас проглючивал датчик, была проблема с тем, что постоянно начинал подкачивать компрессор. Из-за своей постоянной работы он, естественно, выходил из строя. Вот это была беда, потому что и компрессор дорого стоил, и в дальнейшем летели из-за этого и сами пневмобаллоны. Сами пневмобаллоны, они нельзя сказать, что у Каена прям такие уж очень ненадежные. Но вот даже большей проблемой являлся датчик положения подвески. Вот он выходил из строя. Если он выходил из строя, компрессор постоянно работал. Из-за того, что он постоянно работал, он первый им укрывался. В остальном же по подвеске нельзя сказать, что здесь прямо аховое состояние, то есть не так тяжело, как с моторами и коробками. Подвеска не является прямо основным, основным, основной всасывающей трубой, которая всасывает ваши деньги, как я люблю это говорить. Единственное, что, ну, вы должны понимать, что дешево тоже не будет, и здесь, например, некоторые элементы, насколько я помню, сайлент-блоки, они идут в замене вместе, и шаровые опоры идут в замене вместе с рычагами, с некоторыми, точно не буду говорить с какими, не помню. Ну, вот это, конечно, геморройно и дорого, но есть плюсы, есть выход из положения, очень много по подвеске подходит от Туарега, а это все значительно дешевле, и, кстати, есть и оригинала полно. А еще, что хотел сказать, пока вам не забыла, пока не забыла, эти машины, во-первых, угоняли, поэтому очень внимательно начинайте проверку с документов, не покупайте вы машины в этих адских, адовых салонах, непонятных, каких-то ноунеймовых, приходите, на стоянке стоит 25 машин, из них там три дохлых Каенны и четыре дохлых рейнджровера, упавших таких вот на одну сторону. Ну, не надо, ну, не надо, потому что вы помните, да, что это криминальные машины, их угоняли, их перебивали, и так далее, и тому подобное. И если вам повезло, и машина все-таки нормальная, более-менее, вы посмотрели и уверены в документах, то также вы должны помнить, у вас сопрут фары, сопрут, напишите на них что-нибудь, что угодно напишите, я шучу, конечно, но очень воруют, ребята, это не та машина, которую можно оставлять во дворе. Я помню, как и у Эмеля, у меня два нафига заворовали фары, как же мне было обидно. А эта машина, ее показка уже никто в страхование не возьмет, то есть это каждый раз ваш подалово, но это просто уму непостижимо. По кузовному металлу и покраске, если не делали у всяких криворуких господ в гараже, машина хорошая. Ну, будут, да, запотевшие фары, да, будут, скорее всего, потрескавшиеся противотуманки, но сама машина вряд ли будет гнилой, даже десятилетняя. Видите, сколы есть, но отвалились, сколы, отвалился кусок краски, но даже ни капельки ржи. То есть сам металл очень и очень хороший. А в заключении, мои дорогие, ну, это из рубрики «Леса против, прямо поперек». Но, однако же, я понимаю, что это наша природа такова, и отговорить мне вас вряд ли удастся. И тогда, что я вам могу рекомендовать? Вы, пожалуйста, не смотрите вот на те машины, с которых я начала свой рассказ. Машины, у которых пробег сто тысяч километров, сто пятьдесят. Не надо брать машину у лгунов. В реальности, если у машины сто тысяч километров пробега, и она принадлежала какой-то рублевской барышне, которая действительно ее хорошо обслуживает, действительно на ней мало ездила, эта машина не будет стоить ни четыреста и ни пятьсот. Все машины за четыреста и за пятьсот имеют уже свои проблемы. И вы должны понимать, что вам с этими проблемами в дальнейшем бороться. Но хотя бы вы будете понимать, какие это проблемы, вы будете хотя бы понимать, какой этот пробег, куда вообще смотреть и куда бежать. Поэтому покупаем в крупных дилерских центрах, в больших автоторговых предприятиях, с сервисной книжкой. Это редкая история, но она действительно бывает. И хотя бы понимаем какой-то вообще впереди разумный объем вложений. Но что касается вложений, что касается делать своими ручками, ребята, это не та машина. Далеко не все вы сможете здесь сделать своими ручками. Например, электрика, электронные блоки здесь, это просто притча во языцах. Потому что потихонечку, со временем это все начинает глючить, глючить, глючить и глючить. И вам со всем этим копаться и копаться. А стоит ли того этот понт? А зачем он вам нужен? Ради девушек? Да ну их нафиг такой ценой, дорогие мои. Ведь хорошая девушка, например, как жена у Олега, который держит сейчас камеру, ведется на приличного человека, а не на дорогую машину. Спасибо, что смотрели. Пока. Пока.